Кыргызстану вместе с мировым сообществом выпало испытание по противостоянию борьбе с коронавирусом. 18 марта в нашей стране были зарегистрированы случаи заражения этой инфекцией. В связи с чем накануне президент Сурон Байджинбеков сделал обращение ко всем кыргызстанцам. Глава государства подчеркнул, что в такой ситуации самой главной задачей является охрана здоровья всего народа. В эти дни требуются слаженные действия государственных органов, местной власти и населения. В настоящее время медицинская ситуация в стране находится под полным контролем президента. Подробности далее. Первое, что сегодня должны помнить кыргызстанцы, это то, что государственные органы делают все необходимое для защиты населения от коронавируса. В своем обращении президент Сурон Байджинбеков сообщил, что охрана общественного порядка, контроль над въездом и выездом из страны проводятся в усиленном режиме. В Кыргызстане достаточно запасов, продовольствия, лекарств и медицинских изделий. Медик работает круглосуточно. Они имеют необходимую профессиональную подготовку. Учеба в школах приостановлена. Вузы перешли на дистантную форму обучения. Временно закрыты массовые развлекательные заведения и отменены массовые мероприятия. Установлен усиленный режим охраны общественного порядка, а также ограничен въезд в страну. Дальнейший успех зависит не только от усилия органов государственной власти, но и от поведения каждого из нас. Я призываю вас не поддаваться панике, соблюдать все меры предосторожности. В стране имеется запас продовольствия в достаточных объемах. Нет нехватки лекарственных средств и медицинских препаратов. Все спекулятивные попытки будут жестко пресекаться. В эти дни большая нагрузка ложится на работников системы здравоохранения. Медицинская ситуация находится под полным контролем главы государства. Президент отметил, что наши врачи имеют достаточную квалификационную подготовку, чтобы лечить коронавирус. Инфекционисты подчеркивают свою готовность пройти этот непростой этап жизни страны с честью. Медицинское сообщество нашей республики готово полностью при борьбе с новым заболеванием. Просим наш народ доверять нам, не паниковать, стараться вести здоровый образ жизни, не посещать места людные, сохранять санитарно-гигиенические нормы, часто мойте руки, побольше отдыхайте. Охрана здоровья всего народа является самой главной задачей государства. Сорунбай Дженбеков призывает всех граждан сохранять спокойствие, помогать друг другу и строго соблюдать установленные правила. Лишь четко выполняя алгоритм действий, страна сможет победить и не допустить распространения инфекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня подобные жесткие меры применяются во всех странах мира. Например, улицы в разных городах Европы почти в одночасье опустили. Вводятся бессрочные карантины. По оценке Всемирной организации здравоохранения COVID-19, очень быстро распространяется из-за несоблюдения людьми простых правил гигиены. Под оценком Всемирной организации здравоохранения заболевание распространяется быстро от человека к человеку, но хорошая новость, она хорошо поддается лечению. А почему она быстро распространяется? Потому что люди давно игнорируют мытье рук с мылом, и никто не соблюдает правила личной гигиены. Вот жизнь показала, что, к сожалению, люди отошли от этих элементарных правил. Эти простые требования помогут гражданам сохранить здоровье себе, близким и окружающим. Даже если приходится максимально сокращать встречи с другими людьми, не стоит без необходимости выходить из дома. Каждый гражданин Кыргызстана должен быть бдительным и ответственным в вопросах защиты от коронавирусной инфекции. Это уже не тот случай. Немедленно надо обращаться, не скрывая ничего. Всевышний всегда, оказывается, повторяет знаменитые гениальные слова. Я берегаю тех, которые берегут себя. Как можно больше держите свой иммунитет высоко. Прежде всего важно здоровье. Если мы сохраним здоровье и будем придерживаться предписаний врачей, на мой взгляд, будет все хорошо. Мы призываем к тому, чтобы все проявили гражданскую ответственность, не забывали, что мы граждане этой страны и нам нужно сберечь Кыргызстан. В своем обращении глава государства отметил еще одну важную вещь. В незащищенном информационном пространстве легко распространяется паника, которая выгодна для провокаторов. Поэтому Сорунбай Дженбеков призывает людей доверять только официальным источникам информации. Сорунбай Дженбеков убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, Слаженные действия общества и государства позволят преодолеть все трудности. Те, кто распространяет провокационную информацию и пытается посеять панику, понесут наказание согласно закону.